Накануне на базе спортивного зала Тэквондо прошло городское первенство по борьбе джиу-джитсу. Об участии заявили около 100 юных спортсменов в возрасте от 8 до 12 лет. Цифра немалая, если учесть, что федерация этого вида спорта одна из самых молодых в нашем городе. О том, насколько успешно проявить себя удалось младшим юношам, узнаете из нашего сюжета. В последние годы все большее число юных каспичан, желающих заняться спортом, выбирают джиу-джитсу. Это боевое искусство, которое может воспитать в маленьких спортсменах не только спортивные навыки, но и сильный характер. Многие тренеры отмечают, что зачастую на соревнованиях сила воли оказывается важнее физических показателей. Ведь боевой характер воспитать гораздо сложнее, чем оттачивать мастерство. Подобные встречи для ребят колоссальный обмен опытом и возможность показать себя тренером, которые в свою очередь делают выводы о каждом из юных бойцов. Президент Федерации джиу-джитсу Республики Нурдин Эмина воспитал не одно поколение талантливых ребят, потому с первого взгляда может определить задатки юных спортсменов. Есть мальчики, которые выступали в прошлом году слабо, сейчас выступают очень хорошо. Есть ребята, которые выступали хорошо, сейчас выступают намного лучше, чем в прошлом году. То есть есть рост у людей, и тренера работают, и сами ребята тренируются. Подход серьезный к тренировкам. Мальчики, которые забыли, что такое планшет, забыли, что такое компьютер, они дают успех, дают результат. Они прогрессируют в лучшую сторону. Несмотря на то, что многие из бойцов показали себя с лучшей стороны, все же опытный тренер говорит об отрицательном влиянии гаджетов и компьютеров на физическое развитие подрастающего поколения. Ведь все это время каждый из них мог бы проводить с пользой в спортивном зале, подчеркивает Нурдин Эминов. Намного слабеют, честно говоря. Быстрее слабеют. Каждый год все хуже и хуже. Это замечаем мы, тренера. А почему начали? Потому что, вот, по обновлению компьютеров, сидят дома, они уходят на улицу. Родители, в основном, боятся, честно говоря, в инновации. Я скажу, что многие согласятся, что, что было, допустим, 3 года назад, и сейчас уже разница есть, чувствуется. В тренировочном процессе мне можно давать той нагрузки, потому что слабые, очень слабые дети, очень плаксивые. Говоря об итогах прошедших соревнований, стоит отметить, что младшие юноши показали себя как вполне состоявшиеся спортсмены, готовыми конкурировать с сильными противниками в дальнейших состязаниях. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, Новости Каспий-ТВ.